Семен Рогут Расскажите о его первых результатах, первые дни уже позади. Насколько я читал информацию, в первый день более 80 единиц оружия одесситы уже принесли. Да, согласно проведенной работе работниками полиции территориальных подразделений, в средствах массовой информации была размещена информация о том, что будет проведение месячника, что посодействовало тому, что люди, многие пришли в первые дни сдавать большое количество оружия. На сегодняшний день сдано уже более 100 единиц, более 60% из них оформляют граждане на себя, то есть это незаконное оружие, которое не было зарегистрировано ранее, оно хранилось, либо было найдено гражданскими лицами. Они обратились в органы внутренних дел для того, чтобы его сдать и оформить на себя после соответствующих проверок. Лица, которые обращаются в органы национальной полиции, они освобождаются от уголовной и административной ответственности именно в этот период, с 1 по 30 октября. Это мероприятие проводится в национальной полиции Украины для того, чтобы многие люди, у которых по каким-либо причинам оказалось это оружие, могли спокойно его сдать на уничтожение, на оформление, чтобы убрать с улиц, убрать это оружие с нелегального оборота, чтобы все легализировать. — Как правило, это оружие затем возвращается людям по опыту предыдущих месячников, которые проводятся регулярно? — Скажем так, если люди сдают оружие, и это оружие по украинским базам не проходит, что оно где-то украденное, нанесли в криминальном, либо оно не зарегистрировано ни на ком, то гражданин оформляют на себя довольно-таки успешно это оружие. Либо, если гражданин сдает его на уничтожение, то оно только по назначению используется, оно и уходит на уничтожение, и уничтожается, что актируется соответствующими сотрудниками из разных служб. — В первые дни, как правило, что несут в первые дни? — На сегодняшний день это в основном гладкоствольное оружие, огнестрельное, также сдают нарезное, газовые пистолеты, травматические спецсредства, травматы как бы в обиходе идут. Я же говорю, что 60% из данного оружия уже люди изъявили желание оформить на свое имя. Они собирают соответствующие документы для того, чтобы могли предоставить сотрудникам, которые приняли у них это оружие, и после проведения проверок по оружию они будут оформлены на их имя и будут хранить его уже законно. — Подобные месячники проводятся только в Одесском регионе или по всей стране? — Это меры, которые проводит национальная полиция Украины в целом. — По окончанию этого месячника удается ли собрать такую сводную таблицу, проанализировать, где сдали люди больше, где меньше, какова природа появления у них этого оружия? Какая аналитическая работа проводится? — Конечно, естественно. В основном оружие находится у людей от родственников, то есть уже лиц пожилого возраста, которые когда-то в 80-е, 90-е годы приобрели это оружие, либо каким-то образом оно у них оказалось, хранилось где-то на чердаке, они его случайно находят. И таким образом, уже узнав о месячнике, приходят, сдают и оформляют на свое имя в основном. Либо это бывает, что после того, как владелец ружья умер, находятся родственники, а ружье нужно как-то оформлять под месячник. Это самая удобная возможность, потому что никто не будет привлекаться к никакой ответственности, и можно спокойно сделать все эти процедуры. — Помимо вот этих вот оговоренных дат с 1 по 31 октября, можно ли в другие даты точно так же сдавать оружие и будут не привлекаться к разному роду ответственности? — Если человек добровольно сдает огнестрельное оружие или холодное оружие, то от уголовной ответственности он освобождается в любом случае. Но от административной ответственности освобождается только в определенных конкретных случаях. Потому что есть статьи админкодекса, как 190 за незаконное хранение оружия, там прописаны конкретные охотничьи огнестрельные. В таких случаях привлекаются к админоответственности. — После составления админпротокола, когда суд принимает решение, что делать с оружием, после этого гражданин имеет право оформить его на свое имя. — Тот факт, что в стране уже больше трех лет идет антитеррористическая операция, напряженная обстановка на востоке страны, ротация более-менее постоянная, много людей возвращаются на Донбасс, затем едут на юг Украины, сказывается на том объеме оружия, которое, скажем так, не очень законно и нелегально гуляет, скажем, по нашему региону? — Ну, вообще, конечно, сказываются, к сожалению. К сожалению, сказываются. Люди по сравнению с прошлыми годами немножко охотнее стали сдавать оружие. Начали больше обращаться, приходить и как-то пытаться сдать его либо на уничтожение, либо оформить на себя. — Если больше пытаются сдать, значит, больше оружия стало на руках. — Ну, не сказать, что больше оружия. Просто, может, у человека это оружие было давно, но он никак не решался или не знал по каким-то причинам о том, что он не будет привлечен к уголовной ответственности. Ну и поэтому за ненадобностью приходят и сдают его. — В основном приходят и сдают одесситы или есть случаи, когда приезжают из области? — В основном местные жители. — В основном Одесса? — Ну, они сдают же не только в городе Одессе, они сдают в территориальные органы полиции, то есть в каждом территориальном органе, в областном центре, либо в городе Одессе. Это не запрещено. — Есть у вас информация, ну, может быть, конкретно по районам, но тем не менее и на севере, и на юге области также откликнулись на проведение месячника, и люди смотрят, что у них завалялось, скажем так, может, случайно или не случайно, и несут в территориальный отдел. — Сдают по всем районам, просто в каком-то больше, в каком-то меньше. Естественно, что анализ будет сделан после уже первой отчетности, которую мы разбили на три отчета в течение месячника, и будем уже анализировать, где больше, где меньше. И, соответственно, указывать районам на проведение работы с населением, потому что население нужно доводить о том, что необходимо сдавать. — Как проходит работа с населением? Я понимаю, как проходит работа со школьниками, со студентами, регулярно представители правоохранительных органов проводят какие-то мероприятия, игровые, лекционные. А как взрослому населению объяснять? Есть ли возможность? — Это делается сотрудниками непосредственно. Они общаются с охотхозяйствами. Это территориальные подразделения, которые выезжают на места скопления людей, где такие официальные, как охотхозяйство, общаются с охотниками, которых проверяют на дому. Также выкладывают это в средствах массовой информации непосредственно район, это газеты, телевидение, радио. Ну, таким образом, путем общения, путем... — Может, в трудовых коллективах, наверняка, если еще сохранились такие. — Да, в трудовых коллективах, естественно, также проходят общение, проходят информационные работы, то есть общаются, проходят, всем доводятся. — Это уже второй месячник в этом году, насколько я понимаю, каждые полгода. По итогам первого приблизительную цифру помните? — Более 400 единиц было сдано, именно оружие. Также еще были сданы боеприпасы и снаряды. — Эта цифра может охарактеризовать, что люди добросовестно отнеслись к этому месячнику, в принципе, нормальная цифра? — По сравнению с прошлым годом, было сдано более 300 единиц, но не доходило до 400. Поэтому, да, люди сдают больше. — Вы заговорили о боеприпасах. Боеприпасы, насколько я понимаю, это уже не область. Это люди, которые что-то, может быть, находят... Ну, точнее, не город, а, мне кажется, больше за пределами города, когда можно при раскопках найти, при неархеологических, а исторических выездах. У себя даже в огороде люди находят, оперативно не сдают, а потом не дадут взрываться в руках. — В основном, да, и некоторые люди находят такие вещи, как гранаты у себя в колодцах, еще где-то вызывают группу, приезжают, и уже непосредственно специалисты достают это и уничтожают. — Это эхо Второй мировой войны или природа всегда разная, появление? — Природа абсолютно разная бывает. Если, конечно, это снаряды, то в основном это эхо Второй мировой войны, конечно. — И я так понимаю, что каждый абсолютно кусок Одесской области не защищен полностью от того, что там не будет найденных снарядов? — Ну, к сожалению, так. — А у нас еще, я так понимаю, больше трех недель будет длиться, месячник уже больше 100 единиц дано, и в этом месяце можно перекрыть, скажем так, достижения. — Ну, будет видно. Будет видно, не будем забегать вперед, только начали. — Но мы должны обратиться к одесситам, да? Куда конкретно сдавать, куда звонить, с кем общаться? Это будет принимать, скажем так, единый центр еврейской или это можно куда-то? — Нет. Значит, обратиться можно абсолютно в любое территориальное подразделение национальной полиции областного управления. То есть, то ли это в районном центре, или это будет непосредственно в городе. — Гражданин, который нашел, либо по каким-то причинам у него находятся оружие, либо боеприпасы, которые не зарегистрированы, которые находятся у него незаконно, он с заявлением обращается в органы у нас полиции. И там у него сотрудники это забирают, хранят у себя. В заявлении уже человек указывает, хочет он его на себя переоформить, либо хочет он его сдать на уничтожение. Ну, и, соответственно, по желанию гражданина будет приниматься решение. — Сами условия оформления на себя оружия, они как-то меняются с годами, или вот как они вот остались? — Нет, ничего не поменялось. — На ваш взгляд, стоит ли изменить подход? Потому что, опять-таки, общество меняется, страна меняется, люди меняются внутри. Может быть, еще вчера этому человеку можно было доверить пистолет, сегодня что-то уже с психической точки зрения даже изменилось. — На сегодняшний в любом случае человек, который оформляет на себя оружие, он сначала обращается к нам же в разрешительную систему, получает документ, который позволяет ему на себя оформить разрешение на приобретение оружия. Но для того, чтобы он его получил, он сдает необходимые документы. Так же самое проходит медобследование, предоставляет еще ряд документов, которые необходимы. — Какие конкретно документы нужны, если помните? — Будем рассматривать, например, гладкоствольное нарезное, из того, что в приоритете сейчас то, что сдают гладкоствольное оружие. Для приобретения необходимо сдавать медицинскую справку по форме 127, страховку, страхование лиц от несчастных случаев. На три года выдаются незначительные суммы, выходит относительно. Копия паспорта. Гражданином Украины два фото, три на четыре. Оплачиваются обязательные платежи. Это за услуги разрешительной системы и за выдачу банковой продукции. Пишется заявление гражданином на имя начальника территориального подразделения, либо в областном управлении, в зависимости от того, какое это оружие. Если это нарезное, то выдают только областное управление. Если это будет гладкоствольное, то выдают территориальное подразделение. Также мы многим гражданам просим их предоставить справку о несудимости не потому, что мы так хотим. Просто потому, что будет немножко быстрее процедура, чем мы будем подавать запросы на информационный центр и будем ждать ответов. Ну, там пожелание, естественно, кто так. Насколько я понимаю, получить справку о несудимости стало немного проще. Ну, как бы, для граждан я не могу судить, потому что, скажем так, я сам не обращался к этому. Ну, граждане говорят, что вроде да проще. Что касаемо медицинских смотров, это очень важная тема. Понятно, что, может быть, не совсем ваша парафия, но вы работаете непосредственно со смежными структурами. Человек, не получив справку, не получит оружие. Каков процент, вероятность того, что медосмотр, да, и психотерапевт, и всех необходимых врачей, человек, которому нужно оружие, пройдет добросовестно и честно? Вы всегда вот оставляете такой небольшой зазор, что есть какие-то вот пути обходные, там, решить там? Ну, зазор, как бы, чисто по-человечески, может, я и могу оставить, но с профессиональной точки зрения, о каком зазоре, могу говорить, может, может, идти речь, если человек, который предоставил справку официальную с печатью, с подписями, ну, вы правы были, это не моя компетенция, я не могу утверждать, что он... То есть у вас есть документ, да? Есть документ официальный, от официального учреждения. Нет оснований не верить ему, нет оснований не верить ему. Абсолютно верно. Ну, опять же, если мы говорим о оружии на руках, да, прежде всего нужно обращать внимание именно на состояние самолюдей, можем ли в данный момент мы доверить оружие нашим людям, которые, в том числе, может, прошли даже боевые действия. Ну, это ваш момент, насколько я считаю. Ну, люди, которые прошли боевые действия, естественно, что к ним есть определенное внимание, но это, опять же, указывается в заданиях на проверку, потому что в обязательном порядке. Работники разрешительной системы при пересмотре личных дел и при отслеживании тех граждан, которые не перерегистрируют вовремя оружия, либо подходит срок, направляют задания на проверку по месту жительства охотников, владельцев оружия, для того, чтобы проверили их, пообщались с соседями и выяснили, как они себя ведут, употребляют, не употребляют спиртные, чрезмерные, не чрезмерные. Такая работа ведется, общение проводится, естественно, на протяжении года, ежедневно это все осуществляется. А вот вопрос по поводу охотничьих угодий. Я так понимаю, что в Одесской области тоже есть такие объединения, да, объединения товарищей, скажем так, охотников. А есть такая ситуация, что у охотника оружие, его ружье, винтовка нелегально оформлена. То есть он ведет свою деятельность, но не имеет права этого делать. Ну, это уже выясняется в процессе, когда его обморуживают с этим ружьем непосредственно. Если он не предоставляет никаких документов и не может их предоставить, у него составляются соответствующие документы административного характера, направляются в суд, и суд принимает решение, что делать с ним дальше. Что сегодня грозит человеку, не только охотнику, у которого на руках незарегистрированное оружие, он его не сдал, даже прощелкал, извините, вот эти вот месячники, но ему как бы не надо, но зато оно у него есть. Что сегодня грозит человеку? Если человек не сдал, то в зависимости от характера огнецельного оружия, это может быть либо уголовная, либо административная ответственность. Что уголовная ответственность, как правило, предусматривает, что ли каждый раз по-разному, мы не можем под одну гребенку всех. Ну, водкоствольное оружие, оно под уголовную ответственность не подпадает лишь в том случае, если соответствует параметрам само ружье. То есть длина ружья совпадает, калибр и так далее. Если, как иногда бывает, что ружье подпилен ствол и немного меньше, то это уже идет по 263 статину. Что-то уже по-другому рассматривается, это уже по-другому даже наказывается. И в совершении хотелось бы еще раз уточнить, по местам понятно, по времени. Есть ли выходные у сотрудников, которые принимают оружие добровольное? Если на месте нет сотрудников разрешительной системы, в принципе дежурный имеет право принимать от граждан оружие и заявление. Любой сотрудник полиции так же само принимает в своем непосредственном учреждении. Принимают это оружие, они складывают его в сейф, оно хранится до принятия решения. С понедельника по воскресенье, так понимаю, в сейф? Абсолютно верно. В любой день граждане могут прийти и задать оружие. Принятие решения – это принятие решения со стороны того человека, который сдает? Нет, человек, который обратился с заявлением, уже решение принимается на основании, во-первых, изложенных им желаний, что сделать с этим оружием, сдать уничтожение, либо оформить его на свое имя. И, естественно, сотрудник, который будет исполнять эти материалы, он уже будет непосредственно принимать решение, что дальше и как быть. А есть информация, вот вы говорите, оружие идет на уничтожение, что потом происходит с ним? Уничтожается он в физическом смысле или куда-то вот? Нет, он уничтожается в физическом смысле, это уже идут договора с некоторыми заводами, которые уничтожают это в присутствии сотрудников в составе комиссии. Это не только сотрудники, допустим, разрешительной системы, но также есть ряд других подразделений, которые в этом участвуют. Спасибо, Симеон. Благодарю вас за участие в нашей программе, за то, что рассказали полезную информацию. В очередной раз можно обратиться к одесситам и жителям области, чтобы, если у них есть оружие на руках, поспешили его зарегистрировать, ну или добровольно от него избавиться. Да, хотел бы обратиться ко всем гражданам, что если у вас по каким-то причинам есть дома незарегистрированное оружие, либо вы его где-то нашли, если вы нашли какие-то боеприпасы, к ним особое внимание, самим не трогать, не принимать никаких действий по отношению к боеприпасам, так как они могут взорваться, нанести вам какой-то вред, обратиться в органы внутренних дел немедленно, по телефону с заявлением, и сотрудники полиции будут принимать необходимые меры. Спасибо вам. Оставайтесь на репортере. С вами был Виталий Хеми. Берегите себя. До новых встреч в эфире.